Ну, в общем-то, я бы не сказал, что эти санкции, они вообще, как бы, тьфу, наплевать и растереть, слону дробина и так далее. Как бы, да, да, обидно, но что делать? Что делать? Жила бы страна родная, сказал бы тут товарищ Бастрыкин. Привет, друзья, дядя Тёма и свои хижины. Ну, поговорим про наши любимые санкции. Очень много о них сейчас пишут, говорят. Ну, лично мне эта тема не кажется супер важной, да и слово это санкции наскучило. Тем не менее, надо всё-таки каким-то образом охватить эту самую тематику. Ну, в начале марта, в связи с известным криминальным отравлением химическим оружием Алексея Анатольевича Навального, виднейшего российского оппозиционера, Европа, Западная и Америка, Северная, приняли ряд санкций против Российской Федерации. Санкции в основном персонального характера, то есть европейцы записали в санкционный список 4 человека, и это всё начальники различных силовых и юридических российских ведомств. Игорь Краснов, генеральный прокурор, Бастрыкин, Александр, по-моему, глава Следственного комитета, начальник ФСИН, ну, то есть Федеральная служба исполнения наказаний, забыл, как чувака зовут, ну и так далее. Значит, в американские списки вошли те же самые люди, плюс ещё несколько человек. Кроме того, американцы внесли в списки некоторое количество компаний, то есть производственных каких-то институтов мощностей в России, которые занимаются химическим оружием. И, помимо этого, ещё запретили каким бы то ни было государственным американским институтом, корпорациям, фондам и так далее, как бы то ни было финансировать, субсидировать Россию и российские проекты. Ну, в общем-то, я бы не сказал, что эти санкции, они вообще как бы, тьфу, ну плевать и растереть, слону дробина и так далее. Кому-то они действительно не слишком удобны, хотя, с другой стороны, можно не сомневаться ни секунды, что все вот эти вот начальнички российских силовых ведомств, что они давным-давно перевели свои бабки из европейских американских банков или там на какие-нибудь карибские офшоры, или в Арабские Эмираты, или куда-нибудь ещё, мало ли, имеется в мире всяких укромных уголков. Ну, а то, что им теперь не покататься на водных лыжах в районе Лазорного берега или Майами, ну это уже как бы да, да, обидно, но что делать? Что делать? Жила бы страна родная, сказал бы тот товарищ Бастрыкин. Естественно, возникает вопрос, а почему эти санкции такие беззубые? И почему в них нет, например, российских олигархов, так называемых кошельков Путина? Ну, это всякие Ротенберг, Усманов, Тищенко, Абрамович, там прочие-прочие. Мультимиллиардеры, которые, собственно говоря, ну, как правило, во времена Путина, Брамович чуть раньше, как следует, разбогатели благодаря тому же Путину, ну и, соответственно, пополняют всячески его общак. Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что на Западе всё-таки действует закон. То есть, если бы Запад бы работал так же, как Россия, то, конечно, имело бы смысл тут же ввести санкции против этих самых олигархов. Но там имеются суды, арбитражи, всякие такие вот занудные вещи и долгие процедуры. И вот тут вот вполне можно обжаловать такого рода санкции. Потому что сначала ты докажи, что там тот же Абрамович или Усманов на самом деле кошелёк Путина. А может, он и не кошелёк Путина. Может, он всего-навсего какой-нибудь там мелкий кармашек Путина. А может, вообще с ним никак не связан. И откуда эти деньги, и как они идут, и прочее, и прочее. В общем, всё это надо доказывать. Поэтому, в общем-то, небезосновательно западное правительство считает, что олигархов, конечно, можно их морально пригвоздить. Но вот в плане вот именно взять и это всё прикрыть, это вряд ли получится. Второй мотив – не введение санкций, на этот раз не против олигархов, а так называемых секторальных экономических санкций. И этот мотив, он уже совсем такой гуманистический человек-любивый. А именно, не хотят западное правительство, вот все вот эти вот гады-буржуины, не хотят вредить простому русскому народу. То есть Путин ему может вредить сколько угодно, а вот все эти Байден, там, Меркель и прочие гадёныши, они вот как-то стесняются, не хочется им, чтобы русский народ уж слишком сильно беднел, оставался без работы и так далее. Поэтому они стремятся, там, скажем мне, закрывать какие-то крупнейшие российские промышленные предприятия, и там целые отрасли, будь то энергетическая, или там металлическая, лесная и так далее. Ну, в общем-то, это гуманно, и я могу только с своей стороны сказать спасибо, спасибо этим самым буржуинам, что не в последнюю очередь они думают о простом российском тружнике. Ну и, наконец, пункт номер три, он как раз напротив совершенно не гуманистический, а максимально утилитарный и циничный. Политики это называют реалполитик, но основывается это в первую очередь на экономических интересах западных стран. То есть имеются всякие, с одной стороны, проекты типа «Северный поток-2», с другой стороны имеются торговли между Западом и Востоком, имеется мощнейший западный импорт в Россию. Ну, вы себе прикиньте, скажем, сколько автомобилей BMW, Mercedes, там, и прочее, и прочее поступает в нашу страну. Естественно, за всеми этими торговыми и финансовыми потоками стоят совершенно конкретные бизнес-интересы, которые представляют совершенно конкретные лоббисты. В первую очередь немецкие, французские, итальянские, голландские, ну, а американские, кстати, в том числе, все-таки порядка 4% российского товарооборота связано с Америкой. Ну, и вот эти вот самые шкурные западные интересы тоже не позволяют им вовсю развернуться в плане, скажем, защиты прав человека в Российской Федерации. Какие тут имеются перспективы? Ну, тут прочел я некоторое количество публикаций на эту тему, уяснил себе из них вот что. Значит, какие есть еще возможности для санкционного давления? Во-первых, это какие-то финансовые загогулины. Имеется, скажем, госдолг Российской Федерации, с которым работают в том числе и американские, и европейские финансисты, зарабатывая на этом денежки. Но вроде бы, вроде бы, этот госдолг, он, хотя и велик, это 3 триллиона рублей, но, в общем-то, может быть вполне перекуплен у западников, скажем, банком России, и особых проблем России это, скорее всего, не принесет. Также из области финансов отключение России от глобальной платежной системы, которая называется SWIFT. Это будет болезненно наверняка, потому что это сильно усложнит прохождение вообще финансовых потоков в Россию и из России. Но, опять же, не сказать, что это подорвет российскую экономику. Кроме того, говорят, скажем, о торговом эмбарго, то есть вообще прекращении торговли с Россией. Но об этом говорят только американцы. Европейцы об этом вообще не заикаются, поскольку для них Россия это очень важный рынок. Для Америки Россия маловажный рынок, вот, поэтому американцы могут это эмбарго ввести, но, опять же, это не нанесет российской экономике и торговле какого-то существенного ущерба. Ну, еще говорят, скажем, об прекращении авиаперевозок между, скажем, той же Россией и Америкой. О Европе, опять же, тут речи не идет. Но это уж совсем, я так думаю, как слону дробина, поскольку, ну, если не будет летать в Америку аэрофлот и дельта, но зато можно будет летать через Лондон или через Франкфурт, Брид Шервейс, Люфганзе и все такое прочее. В общем, короче говоря, скорее всего, каких-то возможностей для реально жестокого давления на Россию посредством санкций все-таки нет, просто не имеется. Вы смотрите АРУ-ТВ Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал, но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, Нехта и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы, и решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.